Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казынцева. Кто из нас в детстве не смотрел мультфильм «Заколдованный мальчик», рассказывающий о необыкновенных приключениях Нильса с дикими гусями? Этот мультипликационный фильм многими считается одним из лучших, а создан он по повести, которую написала детская шведская писательница Сельма Лагерлёв. Эта книга создавалась ею как учебник по краеведению для учеников младшей школы. Поэтому в нем в увлекательной, сказочной форме изложены история и география Швеции, ее традиции и культурные особенности, легенды и предания. За эту повесть-сказку писательница была удостоена Нобелевской премии и получила мировое признание. А после еще много лет трудилась на литературном поприще, создавая произведения, которые впоследствии войдут в сокровищницу мировой литературы. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которой собраны христианские легенды и сказки, написанные Сельмой Лагерлёв. Будущая писательница появилась на свет 20 ноября 1858 года в родовом родительском имении Марбака в семье отставного военного и учительницы. Детство Сельмы прошло в Вермланде, одном из самых колоритных и красочных мест Центральной Швеции. Она была четвертым ребенком в семье, где было пять детей. В трехлетнем возрасте у девочки случился детский паралич, после которого она не могла ходить около года и на всю жизнь осталась хромой. Воспитывалась она дома под присмотром бабушки, которая рассказывала ей увлекательные сказки и легенды. Вот как об этом рассказывает сама Лагерлёв. До самой своей смерти она проводила все время, сидя в комнате на угловом диване и рассказывая нам сказки. Помню я о бабушке очень мало. Помню, что у нее были красивые, белые, как снег, волосы, что ходила она, совсем сгорбившись, и постоянно вязала чулок. Потом я еще помню, продолжает автор, что, рассказывая какую-нибудь сказку, она, бывало, положит мне на голову руку и скажет, «И все это правда, такая же правда, как и то, что мы сейчас видим друг друга». Припоминается мне также, что она умела петь славные песни, только пела их нечасто. В одной из этих песен говорилось о каком-то рыцаре и русалке. У этой песни был припев «А по морю, а по морю дул холодный ветер». Помню я еще одну молитву и псалом, которым она меня научила. Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня осталось слабое, смутное воспоминание. И только одну из них я помню так ясно, что могу ее пересказать. Это небольшая легенда о Рождестве Христовом. Эта легенда называется «Святая ночь», и она открывает данную книгу. Но вернемся к биографии автора. Как отмечают издатели, в детстве Сельма очень много читала и пробовала сочинять стихи. Решив стать учителем, поступила в Королевскую высшую женскую педагогическую академию в Стокгольме, которую закончила в 1882 году. В том же году умер ее отец, и родовое имение Марбака было продано за долги. Для девушки потеря отца и дома стала ударом. Со временем она получает место преподавателя в школе для девочек в Ланскроне, на юге Швеции, где становится очень популярной у своих учениц. Под впечатлением легенд и красочных пейзажей Вермланда, Сельма начинает писать роман и посылает первые главы на литературный конкурс, который организовал журнал «Идун». Редактор журнала не только присуждает Лагерлев первую премию, но и предлагает ей напечатать роман целиком. Пользуясь поддержкой подруги, Лагерлев берет отпуск в школе и заканчивает роман «Сага о есте Берлинге», который впоследствии будет переведен на 50 языков мира. После публикации первого романа Сельма возвращается к преподавательской деятельности, однако вскоре увольняется, чтобы писать свою вторую книгу «Сборник новелл «Невидимые цепи». Благодаря стипендии, пожалованной королем Оскаром II и финансовой помощи шведской академии, Лагерлев теперь целиком посвящает себя литературе. Поездка в Палестину и Египет дает писательнице материал для создания двухтомного романа «Иерусалим». В основу книги положен рассказ о группе шведских крестьян, которые, попав под влияние сектантского проповедника, отправляются на святую землю, чтобы остаться там навсегда. Роман получил очень высокую оценку за глубокий психологизм в изображении людей, ищущих духовный смысл в жизни. Вопросы, которые поднимаются в романе, — это вечные вопросы, и, читая его, современники найдут то, что касается именно их. Вскоре книги Лагерлев становятся очень популярны. В 1904 году она получает золотую медаль Шведской Академии. Спустя два года публикует свой знаменитый детский роман «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции». В 1907 выходит другая ее детская книга «Девочка с фермы на болотах». Обе книги написаны в духе народных сказаний. В них совмещаются мечтательность волшебных сказок и реализм. Через два года писательнице была присуждена Нобелевская премия как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все ее произведения. По словам члена Шведской Академии Клаеса Анарстетта, Лагерлев соединила в своем творчестве чистоту и простоту языка, красоту стиля и богатство воображения с этической силой и глубиной религиозных чувств. После получения Нобелевской премии Лагерлев продолжала писать о Вермланде, его легендах и о тех ценностях, которые олицетворяет собой родной дом. В 1914 году Лагерлев была избрана членом Шведской Академии. В начале 20-х стала одним из ведущих шведских писателей. Некоторые ее романы экранизируют. Перед началом Второй мировой войны в нацистской Германии ее приветствовали как нордическую поэтессу. Но как только Лагерлев стала помогать немецким писателям и деятелям культуры спасаться от нацистских преследований, германское правительство осудило ее. Глубоко потрясенная началом войны, а также разразившейся советско-финляндской войной, она жертвует свою золотую Нобелевскую медаль Шведскому национальному фонду помощи Финляндии. Умерла Лагерлев в своем доме в возрасте 81 года, после продолжительной болезни. Книгу, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, знаменитая шведская писательница написала, вернувшись из путешествия по древней иудейской земле, где она прикоснулась к христианским святыням. Она создала цикл легенд, в которых преподается учение христианской веры в доступной для ребенка форме. Как отмечает филолог Наталья Будур, Лагерлев поочередно обращается к евангельским событиям земной жизни Иисуса Христа. Это и поклонение волхвов, и избиение младенцев, и бегство в Египет, и детство Иисуса в Назарете, его приход в храм, его страдания на кресте. Каждое событие жизни Спасителя излагается не в строгой и сухой канонической форме, а в манере, способной заинтересовать и пробудить живой интерес ребенка, часто с совершенно неожиданной точки зрения. Так о крестных страданиях Иисуса рассказывает маленькая птичка из легенды Красношейка. А об истории бедства святого семейства в Египет читатель узнает от старой финиковой пальмы. Часто легенда вырастает из одной лишь детали или упоминания, которые есть в Священном Писании. Тем не менее, писательница неизменно следует духу евангельских описаний земной жизни Иисуса. Свой цикл легенд о нем Сельма Лагерлев завершает историей «Свеча от гроба Господня», которая повествует о преображении буйного нравом рыцаря-крестоносца. Он перерождается, становится совершенно другим человеком, добрым и кротким, готовым на жертву ради блага другого человека. Таким образом, Сельма, как человек глубоко верующий, в своих легендах следует евангельскому духу, который побуждает к этому и читателя. По словам Натальи Будур, Сельма Лагерлев считала, что нужно верить в Бога, почитать и любить Его, знать Его учения о том, как следует относиться к миру и людям, чтобы жить свято, достигнуть спасения и вечного блаженства. Она была убеждена в том, что любой христианин должен знать божественное учение о происхождении мира и человека и о том, что с нами будет после смерти. «Если человек ничего этого не знает», считала писательница, «то жизнь его лишается всякого смысла. Не знающий, как нужно жить и почему нужно жить так, а не иначе, подобен ходящему во тьме». В помощь тем, кто не желает блуждать во тьме, Лагерлев и написала свои христианские легенды и сказки. Дорогие друзья, на этом время наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok